Еще недавно слово голограмма было чем-то из разряда фантастики, но сегодня это уже часть нашей жизни. Голограмма – это продукт голографии, объемное изображение, создаваемое с помощью лазера, которое воспроизводит изображение трехмерного объекта. Метод голографии в 1947 году изобрел венгерский физик Денеш Габр, который получил за это Нобелевскую премию, но уже заметно позже, лишь в 1971 году. Например, голограммы любят использовать кинематографисты, снимающие фильмы о будущем. Предполагается, что голограмма дает эффект 3D, но существует довольно много типов голограмм – лазерные проекции, зеркала, стеклянные призмы и даже возможность проецирования картинки на пар. Так называемые классические голограммы, когда изображение рисуется лазером прямо в воздухе, пока встречаются нечасто. Однако в коммерческих целях уже активно используются так называемые псевдоголограммы, в которых изображение получается путем оптических отражений. Либо есть еще более удобный вариант – вращающаяся голограмма. Этот способ набирает обороты и в нашей стране. Мы и сами используем графические решения HOLO, так называемые вращающиеся голограммы. Они состоят из лопасти и установленных на ней светодиодов, которые вращаются со скоростью 700 оборотов в минуту. А алгоритмы генерируют изображение. Мы сейчас используем именно такой вариант, потому что это на самом деле самое адекватное решение. Оно позволяет отобразить так называемый голографический эффект по доступной цене. Такой метод позволяет получать изображение любого размера. Все будет зависеть от размера лопасти, на которой расположены светодиоды. Количество этих устройств не ограничено, поэтому, если вы хотите, вы можете сделать хоть 30-метровую картинку. Очень удобно для рекламных компаний. И экологично. Не нужно печатать билборды. Можно оцифровать текст, логотип, а можно и целого человека. Изображение человека снимается на фоне такого зеленого экрана, ну а далее обрабатывается дизайнерами. Мест, где используются такие голограммы, становится все больше. Торговые центры, отели, аэропорты. Более того, с применением таких технологий можно даже устроить видеоконференцию с человеком, который находится далеко. Уже нередкостью стало использование на концертах голограмм Майкла Джексона, Фифтицента, Уитни Хьюстона и многих других известных артистов. В наших краях создание коммерческих голограмм – это новая сфера, которая, тем не менее, привлекает все больше внимания. В настоящее время в Эстонии есть два основных игрока – мы и еще одна компания. Тем не менее, существует много малых и средних предприятий, которые в любом случае будут пользоваться нашими услугами и распространять их дальше. Есть еще маленькие игроки, которые придумали некоторые свои решения и показали их на различных технологических ярмарках. Но таких мало. Пройдет какое-то время, и баннеры, постеры и растяжки сменятся голограммами. Артур Тюленев, Юрий Жильцов. Специально для Кофе Плюс.